Величественный, массивный, удивляющий своей первозданностью и стариной пятый форт вновь открывает свои двери для увлеченных историей посетителей. Порядка 20 лет комплекс, как составная часть мемориала Брестская крепость-герой, принимал на своих просторах экскурсии разного уровня. Время пандемии, пока посетителей было существенно меньше, администрации и сотрудники учреждений использовали для того, чтобы вдохнуть в филиал новую жизнь. Практически каждый день строительных работ приносил самые разные находки. Под слоями штукатурки обнаруживались уникальные надписи, находились предметы разных эпох. Так по крупицам удалось воссоздать быт и уклад тех, кто стоял на обороне рубежей здесь много лет назад. Это огромный коллективный труд. Без того взаимопонимания между сотрудниками, между всеми сторонами, участвующими в реставрации и музеификации пятого форта, невозможен был бы хороший результат. Поэтому, конечно, есть еще к чему стремиться, есть что дальше осуществлять по пятому форту. У нас, мы всегда говорим, что это только первый этап. Торжественное открытие обновленного филиала – особенно знаковое событие в год 80-летия начала Великой Отечественной войны. Об этом говорили участники церемонии. За 20 лет существования музей посетили более 100 тысяч гостей. И эта цифра может быть существенно выше, уверен мэр города Александр Рогачук. Сейчас для этого на подъезде к объекту реконструируется дорога. Со временем будет проведено комплексное благоустройство. Потенциал этого объекта – это не те 100 тысяч, которые мы за 20 лет здесь только собрали. Я думаю, что это практически половина потенциала всех посетителей самого мемориала Брестской крепости. Примерно в таком соотношении. Поэтому я хочу поздравить всех с этим замечательным событием. Не перестаю восхищаться, Григорий Григорьевич, вашим коллективом. Как вы можете адаптировать современные музейные подходы к современному восприятию. Кажется, совсем недавно вы открыли замечательный, кто там еще не был, обязательно сходите в музей Восточный форт, обороны Восточного форта. Он уникален сам по себе. И я не сомневаюсь, что эта экспозиция, которую мы сейчас увидим, она тоже будет очень-очень уникальна. Ключевой момент – передача ключей от объекта его хозяева. И вот уже первая экскурсия отправляется в путь по залам. В шести отапливаемых казематах прослеживается богатая история фортификации на Брещене. От самых первых объектов до тех, что сохранились поныне. Сотрудникам комплекса удалось не только подобрать аутентичные предметы, редкие документы, но и воссоздать отдельные сцены из жизни военнослужащих. Например, показать, как выглядели казармы или воздушная флотилия. Макет воздушного шара занимает одно из ведущих мест в экспозиции. Удачно дополнили элементы старины мультимедийной установки, которые не просто помогают лучше понять происходящее событие, но и делают экспозицию более интерактивной. Мы просто обязаны вести работу по восстановлению фортов Брестской крепости. И сегодняшнее мероприятие тому подтверждение. Мы сегодня прошли, увидели прекрасную экспозицию и ту колоссальную работу, которая была проведена на протяжении трех лет. Серьезные средства были изысканы в бюджете союзного государства. Общая сумма порядка 1 миллиона 653 тысяч рублей, долевое участие двух государств, Беларусь, Россия. И мы понимаем, что эти средства, они вложены очень правильно. Они вложены в наше историческое прошлое. Они вложены в память наших людей о тех страшных событиях, которые происходили здесь, на этой территории. Во время реставрационных работ внимание было уделено и другим объектам. Фасады казармы и капонир были очищены от мха. Стены защищены специальным консервирующим составом. Загорелся свет в отдельных тоннелях. Эта реконструкция стала одним из этапов. Но результат уже впечатляет. Очень важно, чтобы данные места посещались нашей молодежью, нашими ребятами. Те, теми, кто должен увидеть своими глазами, через что прошлось пройти нашим защитникам Отечества, чтобы сегодня на нашей земле было спокойное, мирное, красивое небо, чтобы мы строили планы на будущее и, безусловно, развивали нашу любимую республику. То, что пятый форт – один из наиболее сохранившихся фортов, это, конечно, было нам большим плюсом. Потому что мы смогли все наиболее интересное вытащить. Получили на выходе, я считаю, интересную экспозицию, которая у нас размещается не только в шести казематах горжевой казармы, но и еще у нас фрагментарно, точно сделана экспозиция в других частях фортификационных сооружений. И не только внутри, но и еще экстерьерная экспозиция у нас включает несколько точек на территории пятого форта. Вот поэтому мы как можно больше задействовали на территории пятого форта объектов, чтобы разноплановое было впечатление посетителей от и внутренних помещений, и от территории. Музей «Пятый форт» начинает работу и будет открыт со вторника по воскресенье с 9 до 18 часов. В гости ждут как индивидуальных посетителей, так и организованные экскурсии. Со временем, если будет такая необходимость, городские власти планируют пустить сюда общественный транспорт.